В Наровле заканчивают глобальную реконструкцию больницы и поликлиники. На сегодняшний момент заканчивается наше благоустройство. В принципе, все намеченные планы по реализации проекта реконструкции сегодня завершаются. Молодые специалисты в арендных квартирах могут жить практически бесплатно. За двухкомнатную квартиру 65 рублей в целом будет стоить. То для молодого специалиста это всего 6,5. В райцентре строят новую ферму. Она начнет работать уже в следующем году. В данный момент работают более 100 человек. Где-то около 15 единиц техники. И пока все по плану. Для съемки очередного выпуска программы «Большая стройка» мы отправляемся в Наровлю. Кстати, статус города она получила ровно 50 лет назад. А до этого являлась поселком городского типа. Еще раньше, до 1938 года, Наровля была просто поселением. Райцентр находится в 170 километрах от Гомеля. Вдвое дальше от него до Минска. Вместе с районом тут проживает около 10 тысяч 700 человек. До катастрофы на Чернобыльской АЭС было 27 тысяч. Спустя несколько лет после нее всего 4. До 1986-го Наровля развивалась, действовала промышленность. Часть населения ездила работать в соседнюю украинскую, трагически известную сейчас Припять. После Чернобыльской катастрофы район оказался в зоне радиоактивного загрязнения. И жизнь здесь будто остановилась. И в таком состоянии находилось многие годы. За несколько последних лет район получилось возродить. Весь район имел право на отселение, чем и воспользовалась большая часть жителей. Многие потом вернулись, тянуло домой. Сейчас, глядя на Наровлянщину с ее новыми домами, отремонтированными больницей, поликлиникой, понимаешь, что не зря ее территорию не сравняли с землей 35 лет назад. Не хватает только объектов малого и среднего бизнеса. С этим, несмотря на преференции, туго. По большей части предприниматели обосновываются в крупных райцентрах – Шлобине, Мозыре, Светлогорске или же в городах, расположенных поблизости от Гомеля. Поэтому здесь делают ставку на свои направления. Но обо всем по порядку. Начнем с жилищного строительства. Заказчиком многоквартирной застройки является Мозырский УКС. Особых проблем со строительством или покупкой квартиры, а также с приобретением земельного участка или частного дома в городе нет. В целом на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в районе состоит почти 350 человек. Из них в сельской местности менее 30. Едем в район Наровли, где в последние годы идет самое активное строительство многоэтажек. Это самый новый микрорайон застройки. Здесь уже есть 7 домов, но планируется еще какое-то количество. Расскажите о перспективах застройки этого микрорайона. И для кого в основном квартиры здесь предназначены? С 2011 года микрорайон новый был разработан. На этом месте было кукурузное поле. На сегодняшний момент, правильно бы сказали, находится уже построено 7 домов. Построена вся инженерная инфраструктура. В дальнейшем здесь появится с течением времени микрорайон, рассчитан еще в целом на 18 квартирных жилых домов. Основными, естественно, здесь является арендное жилье, строительство для улучшения нуждающихся, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В том числе основную массу имеют здесь многодетные семьи и молодые специалисты, прибывшие по распределению. В каждом доме мы стараемся распределять. То есть есть как многодетные семьи, так 4-5 квартир социального пользования, 10-15 квартир для молодых специалистов. И основной учет, то есть граждане, состоящие на учете нуждающихся. А вот молодые специалисты, я хотела уточнить. Расскажите, на протяжении какого времени вы обеспечиваете жильем людей, которые приезжают сюда работать? Для граждан наших молодых специалистов, прибывших по направлению для работы на нашей территории, мы стараемся в течение года обеспечить. Особенно тех граждан, которые прибыли из других территорий, не являются без нуждей. В течение года в любом случае мы предоставляем жилое помещение. То ли в новом жилье, то ли со старого жилищного фонда, но отремонтировано уже совместно на хороших условиях. Это арендное квартира? А даже в построенном нашем новом квартирном доме чуть больше рубля за квадратный метр, это за двухкомнатную квартиру 65 рублей в целом будет стоить. То для молодого специалиста это всего 6,5. Ну, замечательно, потому что я знаю, что в некоторых районах есть понижающий коэффициент для молодых специалистов, ну, там, допустим, 50%. А вы прям максимально снизили для них, чтобы была заинтересованность приехать работать. И знаете, что у тебя финансовые нагрузки за оплату, за квартиру, можно сказать, и нет. Не только приехать работать, но и остаться. И остаться, да. И скажите, пожалуйста, многодетные семьи, тот вопрос, который я задаю всегда, сколько их в районе и насколько удается обеспечивать жильем эту категорию? Ну, в целом в районе на сегодняшний момент у нас более 200 многодетных семей. На учете нуждающихся улучшений жилищных условий на сегодняшний день, на 1 июня, состоит 90 семей. Из 90 семей 45 многодетных семей строят индивидуальное жилищное строительство. 10 семей построили в этом новом доме себе квартиры уютные. 10 последние семьи стали на учет нуждающихся. Они уже ранее улучшали жилищные условия. На сегодняшний момент они приобретают жилое помещение за счет материнского капитала. Ну и остальные семьи у нас 100% охвачены мерами. Либо занимаются реконструкцией, либо сегодня занимаются оформлением земельных участков для дальнейшего индивидуального строительства. И три семьи на сегодняшний день ожидают строительства следующего многоквартирного жилого дома. Он будет строиться уже не в этом, в другом микрорайоне. И им более, наверное, месторасположение более приемлемо. Поэтому ожидают. Мы планируем начать строительство в текущем году и завершить, как и этот дом, к лету 2022 года. Это самый последний дом построенный. Он в эксплуатацию введен в мае этого года. На сегодняшний момент в этом доме 40 квартир. Из них 20 квартир – это для молодых специалистов, прибывших на нашу территорию. 10 квартир построили многодетные семьи для своего улучшения жилищных условий. И 20 квартир остались. Это у нас 10 квартир арендное жилье для всех остальных граждан. Пройдемте, посмотрим. В этом доме из 40 квартир 35 квартир имеют полную отделку. Пройдемте в одну из них, посмотрим. Это у нас квартира 2-х, 3-х? Да, это двухкомнатная квартира. В этом доме 20 двухкомнатных, 21-комнатных квартир. Из них это одна из квартир, построенная для многодетных семей, которые имеют стопроцентную полную отделку. Стоимость такой квартиры чуть больше 80 тысяч белорусских рублей. 61,5 квадратный метр – это общая площадь этого жилого помещения. А люди могли отказаться от отделки? Да, конечно. Но в основном как? Пять квартир отказались от полной отделки и остались с черновой отделкой. Только штукатурка, стяжка, то есть подготовительные работы. Ну и стоимость квартиры, естественно, упала. Это порядка, наверное, около 80 тысяч рублей, как я говорил, стоит квартира с полной отделкой. И порядка 70 тысяч без отделки – это двухкомнатная квартира. Квадратный метр в целом в этом доме с полной отделкой обошелся 1307 рублей. Вы, наверное, тоже контролировали ход работ. Может быть, люди высказывали какие-то, может быть, жалобы, может, что-то не нравилось. Как вообще взаимодействие происходит с населением, с жителями, которыми вы живете? Со всеми гражданами индивидуально и наши начальники отделы, мы лично здесь еженедельно на планерках контролировался как ход строительства, так и ход отделочных работ. Да, не было возможности у граждан выбирать цвет обоев или качество обоев, но на сегодняшний момент, я считаю, что на довольно достойном уровне находятся выполнены все отделочные работы. Стоит отметить, что все отделочные работы в этих помещениях сделаны сугубо из белорусских материалов. Это как ламинат, обои, краски. Полностью все работы и все материалы применялись только белорусские. Что касается индивидуального жилищного строительства в Наровле, то отдельных микрорайонов застройки на данный момент нет. В основном идет уплотнение существующих или строительство частных домов на месте снесенных. Вот этот дом на Аминской улице для многодетной семьи построила Наравлянская ПМК-107. Все работы вместе с материалами обошлись почти в 100 тысяч рублей. Всего в Наровле 27 свободных участков, а в районе более 100. До 2017 года строительство частных домов велось медленно. Появлялось примерно по 4-5 домов в год. Сейчас стали строить гораздо активнее. Одна из причин – возможность тратить на улучшение жилищных условий семейный капитал. Сейчас в городе и районе строят почти 9 десятков частных домов, половина из которых для многодетных семей. Следующая точка маршрута – местное учреждение здравоохранения, больница и поликлиника. Здесь завершается очень серьезная реконструкция. Ее начали еще 10 лет назад. Работы велись в 5 этапов. За это время новый облик получили все 6 зданий. И, наконец, летом в этой истории будет поставлена финальная точка. Все финансирование велось по государственной чернобыльской программе. В последнее время работы значительно ускорились благодаря поддержке председателя областполкома Геннадия Соловья. Наша центральная районная больница, на территории которой мы находимся, состоит из комплекса. Это 6 зданий отдельно стоящих, между собой соединенных в одном месте галереи. Это комплекс сам больницы и непосредственно поликлиника за спиной, которая у нас находится. Объект был, реконструкция начата еще в 2011 году. С 2011 года, в течение 10 лет, ежегодно мы поэтапно выполняли работы. Объект разбит на 5 отдельных этапов строительства. Начали мы в 2011 году с кровель. Кровли, фасады в 2013 году перешли внутрь зданий. В самой больнице были сделаны ремонт в двух отдельных наших помещениях детского отделения и отделении хирургии. Полностью обновлено было оборудование. Программа вся финансировалась за счет чернобыльских денег. На сегодняшний момент, благодаря личному участию нашего губернатора, заканчивается реконструкция этого объекта. Заканчивается сегодня благоустройство. Это чуть больше 2 миллионов белорусских рублей. Мы потратили площадь больницы. Тут более 5 гектар. Поэтому сумма значительный срез. Ну и в том числе больница 70-го года с территорией. У нас значимый объект. Один из самых основных центральных объектов на улице Октябрьской. Вот удалось завершить. На сегодняшний момент обустроено новое ограждение установлено, обустроены газоны, клумбы, цветники, объекты благоустройства, беседки. Вот неплохая клумба совместно с Федерацией профсоюзов была сделана, находится на фоне главного входа в нашу скорую помощь. В Наравлянском районе активно развивают молочно-товарное направление. Мы в деревне Заводь. Здесь возводится комплекс сразу из трех объектов. Реконструировали молочно-товарную ферму, завершают работы на Мехдворе, построят зерносушильный комплекс. Источник финансирования – государственная чернобыльская программа. Отправляемся на Мехдвор. Он рассчитан на 50 единиц техники. Здесь можно будет ремонтировать буквально любые поломки. И только 10% неисправностей, которые возникают преимущественно у энергонасыщенных агрегатов, придется устранять при помощи других мастерских. Произвестная реконструкция, здание ремонтных мастерских, бетонное покрытие усовершенствовано. Заливаем полностью бетон для удобства обслуживания, эксплуатации данной техники. И склад запчастей, и токарное отделение, и токарь есть, и сварщик. То есть все условия созданы для благополучной работы и обслуживания данной техники. А скажите, вот вы говорите, и слезарь, и сварщик, это люди, которых наняли на работу, потому что прошла реконструкция и появились такие вакансии. То есть это новые рабочие места, да? Да, создали снова рабочие места, токарный станок закупили, цех токарный сделали, человека взяли, чтобы занимался сенсоработой. Также и сварочное отделение реконструировали. Поэтому, да, создем новые места рабочие. Напротив Мехдвора реконструированная молочно-товарная ферма на 550 голов дойного стада и 700 молодняка. Эксплуатирует объект совхоз-комбинат «Заря». Сейчас тут работает 35 человек. Средняя зарплата – полторы тысячи. Это на 500 рублей больше, чем по району. На проектную мощность ферма выйдет до конца года. Вы довольны тем объемом работ, которые были произведены? Все ли сделано для того, чтобы и животные здесь содержались по всем правилам, и работникам здесь было комфортно? Ну, я думаю, вы сами видите, что то, что положено по технологии, все у нас есть. И полностью, 100% обеспеченность кормами, 100% обеспеченность кадрами. И для людей тоже условия созданы. Полностью все. Ну, вот вы говорили, зарплата неплохая у людей здесь. Зарплата достойная, но люди за эту зарплату зарабатывают. Потому что сказать, что работать в сельском хозяйстве легко, так нельзя. На месте пустыря, который находится рядом с фермой и мехдвором, в этом году построят зерносушильный комплекс. Он будет самым мощным в районе. Рассчитан на 40 тонн зерна в час. Работать ЗСК будет на газу. Отправляемся в деревне Будки. Тут молочно-товарную ферму строят с нуля. Работы в разгаре. Они начались в апреле, и за 13 месяцев объект должен быть сдан. Сколько людей пришлось задействовать, и сколько единиц техники, чтобы уложиться в заданные сроки? В данный момент работают более 100 человек. Где-то около 15 единиц техники. И пока... Пока все по плану. Пока по плану, да. Что сейчас производится, какие работы? Сейчас производим, если по позиционному, то по позиции второй, это коровник. Позиция 3, ДМБ. Позиция 4, позиция 1, тоже это коровники. Позиция 6, телятник производится работой. Производится работа по силосным ямам, это позиция 11-15. Производится работа по позиции 9-10, это склад сена. Позиция 8, это склад канцкормов, производится зол работы. Параллельно копается, остается пруд-испаритель, это 30-я позиция. Позиция 7, одновременно сейчас сразу бурим скважины. То бишь, практически по всем под объектам ведутся работы параллельно. А материалы чьи? Материалы в основном местные, то бишь, ну, по местной области материалы в основном нет. То есть даже не белорусские, а большинство именно нашего региона? Да, большинство нашего региона материалы идут. Молочно-товарное – именно то направление, благодаря которому развивается район. Все, что сейчас производят на сельхозпредприятиях, мигом раскупается. И чем больше будет таких объектов, тем более стабильной будет экономика на равлянщины. От этого напрямую зависит уровень жизни населения. Сегодня на этом все. Следующая программа «Большая стройка» выйдет в эфир уже в июле. До встречи через месяц на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова